В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. С рабочим визитом 5 февраля в Инаульском районе побывал председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Он посетил коррекционную школу-интернат, где ознакомился с условиями проживания детей. Вместе с ним школу посетил глава администрации Инаульского района Ильшат Вазигатов. Гостям показали медицинский кабинет, спальный блок и столовую. Учебная мастерская позволит ребятам коррекционной школы получить полезные навыки. Классы оборудованы интерактивными досками и есть кабинет социально-бытовой ориентировки. Спортзал оснащен современным оборудованием, где желающие смогут заняться любимым видом спорта. Завершающий этап муниципальных конкурсов «Учитель года Янаульского района» и «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района» состоялся в актовом зале гимназии имени Муксинова 4 февраля. По результатам всех испытаний были объявлены лучшие учителя нашего района. О том, кто стал победителем конкурса, смотрите далее в эфире. Заключительным испытанием для всех конкурсантов стало задание «Мастер-класс». Здесь каждый участник продемонстрировал свои профессиональные умения в различных методиках и технологиях преподавания, основанных на своем педагогическом опыте, а также тех новаторских идеях, что педагоги включают в процесс обучения. Каждый участник постарался проявить себя грамотным инициативным специалистом, раскрыть все свои возможности. В этом конкурсе я участвую уже второй год подряд. Участвую, наверное, не для первого места, не ради первого места, а для того, чтобы повысить свой опыт методический. Потому что когда ты готовишься к конкурсам, к уробанам, к семинарам, к Мастер-классу, ты стараешься показать что-то самое лучшее из своей работы, и повышаешь таким образом свой опыт. Я бы не сказал, что какой-то конкурс сложнее, какой-то легче. Нет, и каждый конкурс по-своему у нас особенный. Например, если показывать урок, да, тоже в уроку долго готовится. То есть не просто пришел, показал что-то, а нужно показать что-то интересное. Также на Мастер-классе нужно показать что-то интересное, чтобы заинтересовать жюри, зал, чтобы всем было интересно на тебя смотреть, слушать тебя. А в этом году, кстати, да, чуть полегче стало. То есть уже знаешь, уже знаком с этими конкурсами, знаем, знаем, что делать, как готовиться. То есть когда я первый раз в этом участвовал, было очень сложно, страшно, да. В этом году уже опыт есть, потому что намного легче. Конечно, это такое мероприятие, такие мероприятия, конечно, получается, я участвовала первый раз. Конечно, очень волновалась. И пришлось изучать очень много материалов, и очень много для себя я взяла. И, конечно, конкурсы были на уровне. Все участники очень добросовестно готовились к каждому конкурсу. И последний конкурс – это мастер-класс. И вот именно мастер-класс очень даже понравился, потому что все учителя показали свое мастерство, где можно взять себе, именно использовать в своей работе. Конечно, очень хорошие выступления были. Пока жюри занималась подведением итогов, для зрителей были подготовлены разнообразные концертные номера. Юные артисты посвятили свое выступление любимым учителям. После этого наступил самый долгожданный этап – награждение победителей. Диплом участников конкурса получили те педагоги, что не прошли финальный этап, однако достойно проявили себя на первых конкурсных заданиях. С успешным участием в конкурсе всех финалистов поздравила начальник управления образования района Эльвира Шаихова. Она также призвала и других педагогов в будущем стать участниками конкурса. По итогам муниципального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района» третье место присуждено учителю средней школы села Новая Артаул Алсу Асатовой. Второе место досталось учителю гимназии имени Муксинова Регине Мухамедшиной. Обладателем номинации «Я креативный педагог» стал преподаватель и организатор основ безопасности жизнедеятельности средней школы номер 4 Ленис Гильванов. В номинации «От призвания к признанию» лучшим стал учитель физической культуры средней школы села Карманово Алексей Султанов. Почетное третье место муниципального конкурса «Учитель года Инаульского района-2020» было присуждено учителю математики средней школы номер 1 Юлией Валиевой. Второе место – учителю истории и общества знаний средней школы имени Радика Гореева Андрею Тимираеву. В торжественной церемонии награждение приняла участие заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиярова. Она поздравила всех педагогов и выразила благодарность за профессионализм и ту заботу, что они дарят своим ученикам. По итогам всех конкурсных туров и решения жюри первое место присуждено учителю русского языка и литературы «Янаульского лицея» Гульнаре Фазлиевой. А лучшим педагогом, обладателем гран-при, стала учитель математики лицея Светлана Султанова. Теперь победители конкурса представят наш район уже на республиканском этапе. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей «Янаульского телевидения». 125 лет со дня рождения исполнилось в этом году классику башкирской национальной литературы политическому деятелю, татарскому и башкирскому поэту Шейхзаде Бабичу. Очередное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в читальном зале Центральной районной библиотеки 6 февраля. Несмотря на то, что Шейхзаде Бабич прожил всего 24 года, он успел сделать многое для народа. В своих произведениях он воспевал родную землю, призывал людей быть смелее, стремиться к лучшей жизни. Был активным деятелем башкирского национального освободительного движения и одним из членов башкирского правительства. Несмотря на молодой возраст, успел поработать председателем Всебашкирского союза молодежи Тулкын. Мы всегда восхищались и всегда восхищаемся творчеством Шейхзады Бабича. Он поэт, сесен, который любит свою родину и посвящает стихи, мелодию своему народу. В Центральной районной библиотеке у нас цикл мероприятий, посвященных творчеству поэта. А также мы не только по юбилейным датам работаем. До этого в Центральной районной библиотеке мы оформляли видеоролик по творчеству Шейхзады Бабича по произведению его «Азазель». Также в этот видеоролик мы показали в мероприятиях. И его стихотворение, его творство чем же понятен и чем же он велик. Он велик, он прославляет наш народ, наш язык, наше природное богатство и мелодию нашего народа. Муниципальный этап Республиканской Олимпиады «Мы, гагаринцы» для детей старшего дошкольного возраста по направлению рисунок прошел в детском саду «Василек» 5 февраля. В конкурсе приняли участие 19 победителей локального этапа. Каждый из ребят отобразил свое видение темы «Космос». Для участников конкурса сотрудники и воспитанники детского сада подготовили небольшое театральное выступление в образе героев известных мультфильмов. Сказочные персонажи вместе постигали науку рисования, а зрители с интересом следили за выступлением. По завершении музыкальной части методист управления образования района Ирина Бегунова рассказала о правилах проведения конкурса, после чего началась самая ответственная часть – рисование. Каждый ребенок рисовал сам. Сопровождающие его педагоги или родители сидели отдельно, не вмешиваясь в процесс. И если среди них было легкое волнение, то сами дети, наоборот, были уверены и увлечены творчеством. Мой рисунок там будет инопланетяне, ракета, космонавт, Земля. Еще я раскрасила темным цветом синим фон и потом добавила черного и фиолетового. Я очень люблю рисовать. Техника у всех разная. Среди материалов не только акварельные гуашевые краски, но и дополнительные материалы. Всю композицию рисунка ребенок выбирал сам. На выполнение задания ограниченное количество времени. Среди критериев оценки и степень законченности рисунка, и оригинальность, и сюжет. Этим самым сегодняшним днем мы начинаем муниципальный этап Олимпиады, который будет проходить по трем направлениям. Участвует у нас в этом году 648 детей на уровне прошлого года. Работы отличаются, становятся разнообразнее работы. Сейчас уже не проходят работы, допустим, те, которые проходили 3-4 года назад. Планеты, ракеты. Сейчас уже требования возрастают год от года. И теперь уже выбирают больше сюжетные рисунки. И когда мы выезжаем на совещания на организационные, нам говорят, пусть дети рисуют какие-то сюжеты. Больше такие фантазийные рисунки. Уже не просто космос в том понимании, в каком мы взрослые его понимаем. Какие-то диковинные растения, диковинные животные, может быть, инопланетяне и так далее. Много очень техник сейчас, нетрадиционных техник рисования. Вот почему мы проводим муниципальный этап. Мы единственные его проводим. Остальные отправляют просто рисунки, которые предоставляют детские сады. Мы проводим онлайн, в режиме онлайн, потому что очень тяжело различить. Ребенок сам рисовал или же это ему помогала мама или преподаватель, воспитатель. Потому что очень много нетрадиционных техник. По мнению жюри, каждый рисунок ребят получился интересным и индивидуальным. А лучшие признали работу воспитанницы детского сада номер 8 Элины Галеудиновой. Именно она представит наш район уже на республиканском этапе Олимпиады. Гульнара Сиддикова, Евгений Сайгин, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. Интерактивная игра на тему «Мы вместе» прошла в школе номер 4 4 февраля. Перед старшеклассниками выступили сотрудники Дворца молодежи. Они обсудили со школьниками такие темы, как толерантность, безопасность общения в интернете. Вместе с ребятами разыграли и обсудили различные ситуации, как бы они повели себя в тех или иных условиях. Перед школьниками выступила старший помощник прокурора Светлана Ахметова. В последствии экстремизма у нас возникают террористические действия со стороны любви. Террор – это заблудование, подавление противников физическое насилие и топлив физическое уничтожение людей. Помните, ребята, что идеология экстремизма, а как последствия экстремизма, террористические акты возникают, как радуются, подметок принятых в нормальном обществе ценностей, понятия о справедливости и о честь делах. В продолжение беседы. Майор полиции Наил Гайсин рассказал ребятам о том, как вести себя в случае возникновения опасностей для здоровья или жизни. Такие же интерактивные лекции планируется провести во всех школах города. Таковы последние новости к этому часу. Далее эфир продолжит очередной выпуск из цикла «Криминальная хроника». Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ура! Наконец-то дождались! Чего дождались? Открылся новый салон парикмахерская «Жасмин» в районе больничного городка. Да, а там еще говорят опытные мастера. Стрижки мужские, женские, маникюр, наращивание ресниц, оформление бровей, шугаринг, биоэнергопроцедуры и перманентный макияж. А где он находится? Юбилейная 5А. Над магазином «Сантехмонтаж». О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника». Судьи Инаэль Гассин. Здравствуйте! 22 января от жителя деревни Бодряш поступило сообщение о том, что мошенники обманным путем похитили с его карты банка ВТБ денежные средства в сумме 40 тысяч рублей. В этот же день от жительницы деревни Кумово поступило сообщение о том, что ее сожитель после ссоры забрал свои вещи и тайно похитил принадлежащие ей 30 тысяч рублей. Через два дня женщина нашла эти деньги под крыльцом в снегу. 24 января с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения своего отца 1949 года рождения обратился мужчина 1975 года рождения, проживающий в селе Байгузино. Пожилой человек ушел из дома еще 17 января в неизвестном направлении. Приметы. Рост 160 см худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы прямые, светлые, короткие. Губы тонкие, уши прилегающие, глаза темные. Был одет в полупальто черного цвета, меховую шапку черного цвета, свитер красного цвета, черные ботинки черного цвета, трико спортивное синего цвета. Страдает потерей памяти. Жительница микрорайона Южный попросила служителей правопорядка помочь разобраться в ситуации. Соседи потом уехали, а собаку оставили. И теперь животное воет и лает, мешая другим жителям дома. 30-летняя жительница Янаула обратилась 24 января с заявлением по поводу утери паспорта весьма оригинальным способом. В ночь с 18 на 19 января она отдала в залог свой паспорт таксисту, а сейчас он уехал из города. 25 января в 6 часов вечера жительница Янаула, проживающая по улице Некрасова, сообщила, что дома бушует пьяный муж, бросается ножами. Выездом установлено, что мужчина 1983 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа в руках нож, угрожал расправой своей супруги. 26 января в 21 час сообщила медсестра приемного покоя Янаульской центральной районной больницы о том, что за медпомощью обратился молодой человек 1996 года рождения из Ижболдина. С ушибленной раной теменной области, ушибом головного мозга легкой степени, признаками алкогольного опьянения, токсические действия алкоголя тяжелой степени, госпитализирован в реанимацию. Оказалось, что его ударили по голове молотком собутыльники. Как говорится, спасибо, что живой. Через три дня с таким же диагнозом токсические действия алкоголя тяжелой степени в Янаульскую центральную районную больницу госпитализирован мужчина 1965 года рождения, проживающий в селе Месогутово. Решить семейные проблемы попросила полицейских женщина 1985 года рождения из Янаула. Ее муж препятствовал ее и ее сыну попасть в совместную квартиру. В последних числах января СНТ «Нефтяник» подвергся нападениям нечистых на руку граждан. 28 января с заявлением обратилась дачница о том, что неустановленное лицо, взломав навесные замки, проникло в сарай и в баню. Неаккуратно помылся в бане 1 февраля мужчина 1961 года рождения, получив термический ожог 10% туловища 2-3 степени. Диспетчер службы нефтяников 29 января сообщила о том, что возле села Воеды на охранной зоне действующего нефтепровода УПС-316 ведутся незаконные земляные работы без согласования с башнифт добыча. 3 февраля с явкой с повинной явился гражданин 1968 года рождения, уроженец Янаула и рассказал о том, что 1 февраля, находясь в гостях по улице Станционной, он похитил сотовый телефон. Другой житель Яновл, видимо, настолько захотел поесть, что незаконно проник в чужой дом по улице Циолковского, где опустошил холодильник, съев продукты питания на сумму не менее 500 рублей. Это все главные происшествия за минувшие две недели. В завершении программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. И кто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня день рождения! Девушки отдыхают... Хотите оригинально поздравить? Своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. Петрович, ты горюшь от любви от опорка! Помни, окурок с балкона — пожар у соседей.